Здравствуйте! Одним из наиболее острых и обсуждаемых в настоящее время направлений уголовной политики нашего государства является возвращение в уголовное право института административной приюдиции. Перед административной приюдицией понимается такой способ уголовной ответственности, при котором признание права нарушения уголовно наказуемыми осуществляется при условии, что к лицу уже применялись меры административного воздействия и оно в течение установленного периода времени совершает аналогичное нарушение. Это программа «Прокурор в теме» и тема нашей программы «Уголовная ответственность за преступления с административной приюдицией». Гость студии, исполняющая обязанности прокурора промышленного района города Самары, младший советник юстиции Илья Витальевич Трапезанов. Здравствуйте! Добрый день, Ильяна. Да, ну что же, тема заявлена интересная, новая. Мы никогда с вашими коллегами ее не обсуждали. Я немножечко вкратце, конечно, обрисовала понятие приюдиции, но тем не менее более подробно прошу рассказать вас, что такое административная приюдиция. Постараюсь это сделать. Ну, как мы знаем, государством, законодателям применяются различные формы нормотворчества и внедрение юридической ответственности. У нас юридическая ответственность основная предусматривается административная и уголовная. Данная ответственность, она предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, а также Уголовным кодексом Российской Федерации. Данная ответственность, она разграничивается от тяжести совершаемого гражданами преступления, ну, правонарушения, в зависимости от того, что они совершают, естественно. И в текущих реалиях одной из тенденций законотворчества является применение так называемой административной привидиции. На самом деле такого понятия в законодательстве оно не закреплено, это просто как бы у нас... Внутренний термин, да, профессиональный. Да, юридический, профессиональный термин, так сказать. По факту же это означает то, что если первоначально человек совершает деяние, за которое предусмотрена административная ответственность... Например? Например, он причиняет телесные повреждения, побои наносит человеку в обыденной ситуации, в бытовой конфликт, наносит побои. Вот. Изначально за это предусматривается административная ответственность, ну, за которую максимальное наказание предусмотрено в виде ареста до 30 суток. Вот. В случае же повторного совершения подобного деяния в определенный промежуток времени, который также закреплен законодателем, данный гражданин уже понесет уголовную ответственность, которая, соответственно, более тяжелая. И последствия этой ответственности уже более значимы для самого человека, совершившего это деяние, и не только для него, но и для его родственников. В последующем они также будут иметь значение, поскольку у него уже будет иметься судимость, о которой, так сказать, все будут знать, и в любом случае о ней нужно будет сообщать. Но об этом я хотел бы уже подытожить, наверное, когда будем подытоживать диалог, об этом я более детально расскажу. Хорошо. Но вот все-таки, вы пример, конечно, привели, наверное, более распространенный, но тем не менее. Почему вот все-таки нашим телезрителям должна быть эта тема интересна? Ну, как мне кажется, ответственность, она в первую очередь направлена на предупреждение, то есть, чтобы человек сделал определенные выводы и смог, так сказать, справиться со своими эмоциями и понять, что он совершил не совсем надлежащим образом деяния, которые в нашем обществе не соответствуют нормам поведения. Вот. В данном случае законодатель пытается через вот эту конструкцию попытаться сделать так, чтобы у людей изначально не возникало, так сказать, вот эти последствия правовые в виде судимости, и чтобы человек смог сделать, так сказать, работу над ошибками, прекратить совершать подобные деяния в последующем. Ну, а когда гражданин привлекается за нарушение, его предупреждает вот о последствиях? Вот как раз о предикции? Конечно же, предупреждает. В любом случае у нас законодательство, оно в свободном доступе, он должен знать о существовании таких последствий. И, как говорится, незнание закона не освобождает об ответственности. Да, не могу с вами не согласиться, но вот Илья Витальевич, расскажите, пожалуйста, что необходимо знать вообще о квалификации преступления с административной предикцией? Квалификация. Ну, изначально нужно обращать внимание на законность привлечения гражданина к административной ответственности, поскольку это является первоначалом последующего привлечения его к уголовной ответственности. То есть, если были допущены какие-то недостатки и какие-то нарушения со стороны должностных лиц при осуществлении административного расследования, привлечения человека к административной ответственности, то, в свою очередь, эти нарушения порождают невозможность привлечения гражданина к уголовной ответственности. Кроме того, необходимо знать о том, что имеется законодательным определяется конкретный период времени, в течение которого, если повторно человек совершит аналогичное деяние, он подлежит уголовной ответственности. В случае же истечения этого срока, периода этого, то гражданин вновь будет привлечен к административной ответственности. Какой же это срок? В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, статьей 4.6, это предусмотрено, срок в подавляющем большинстве случаев, в конструкции применяется то, что человек должен быть подвергнут административному наказанию. Этот срок, он исчисляется с момента вступления решения суда в законную силу, то есть, когда человек будет признан виновным в совершении административного правонарушения, и до истечения года, с момента исполнения им избранного им судом наказания. Да, я прошу прощения, просто сразу здесь возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а любое административное нарушение влечет за собой разбирательство в суде? Нет, не любое административное правонарушение влечет разбирательство в суде, но в подавляющем большинстве случаев, в тех конструкциях, которые предусматривают административную привидицию, они рассматриваются как раз-таки судом. Ну, хорошо. Все-таки какие требования предъявляются гражданину, который может быть подвержен административному наказанию? Требования гражданину, он, ну, как я уже сказал, должен быть привлечен к административной ответственности, соответственно, он должен быть вменяемым. Если он имеет какие-то либо отклонения, установленные судебно-медицинским исследованием, судебно-медицинской экспертизой, то имеется, ну, законодательством предусмотрены варианты избежания ему уголовной ответственности, поскольку он может быть признан как человек, которому необходимо применять медицинские меры медицинского характера, вот, так называемые, вот. Соответственно, он должен также иметь возраст, с которого подлежит привлечение к административной ответственности и в последующем к уголовной ответственности. Назовите его. 16 лет. 16 лет. Особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений с административной преодикцией. Если есть вот эти вот показатели, то расскажите, какие они. Особенности, вот они, все вот эти особенности, они связаны с необходимостью привлечения человека к, ну, совершению им административного правонарушения. Конечно же, у нас нет цели такой привлечь кого-либо, так сказать, но в любом случае человек должен понести ответственность за совершенное им деяние. Неотвратимость наказания от нее, как бы, никуда не денешься. И в цивилизованном обществе каждый гражданин должен понимать то, что за любое его противоправное действие он понесет ответственность. В этом и заключается неотвратимость наказания. Поэтому каких-либо особенностей нет, кроме как необходимости соблюдения процедуры привлечения человека к административной ответственности и соблюдения вот этого срока, который я уже озвучил. Ну, давайте все-таки поговорим о наиболее частых используемых статей УК РФ. Да, давайте попробуем это сделать. Основной, вот как я уже назвал, это причинение, нанесение побоев человеку. Что это означает? Это те или иные, соответственно, причинение тех или иных телесных повреждений, которые не повлекли какого-либо вреда здоровью человека. Изначально эта ответственность, она предусматривалась уголовным кодексом и было это делом частного обвинения. То есть гражданин сам лично должен был обратиться в мировой суд и мировой суд возбуждал уголовные дела. Законодатель посчитал, что изначально, то есть привлечение человека за такое деяние к уголовной ответственности это чрезмерно. И в этой связи, соответственно, декриминализировал в какой-то части и предусмотрел необходимость привлечения его изначально к административной ответственности. То есть вот нашу рассматриваемую нами конструкцию, административную преодицию непосредственно ввели таким образом в этот состав. То есть изначально предусматривается административная ответственность кодексам об административных правонарушениях. И если в течение года человек повторно наносит побои, не обязательно какому гражданину, не важно этому же потерпевшему или какому-то другому, в любом случае он должен будет понести уже уголовную ответственность. Это переходит в уголовную плоскость. Елена Витальевич, скажите, пожалуйста, а попадает ли под это понятие другое, не менее страшное понятие, как домашнее насилие? Конечно, попадает. Я как уже сделал ремарку, так сказать, неважно в каких условиях наносятся эти побои, домашнее насилие в эту же категорию дел относится. Оно каким-либо образом не выделяется из нашего законодателя в данный момент. Какие еще вы можете привести примеры административных правонарушений, которые как раз попадают под административную прередикцию? Например, повторная продажа алкоголя несовершеннолетним. Это наиболее старая конструкция, ну такая конструкция, которую мы с вами рассматриваем, введенная в уголовный кодекс. Она действует с 2011 года. Если вот про побои я говорил, это с 2016 года, то вот эта конструкция, она самая старая. Первая, да. Она с 2011 года действует. И как бы тут аналогично, если продавец, не удостоверившись в том, что продает алкоголь совершеннолетнему лицу, изначально привлекается к административной ответственности, то в последующем, если в течение года он, будучи подвергнут к административному наказанию, повторно продает несовершеннолетнему, не удостоверившись в том, что он несовершеннолетний, точнее, несовершеннолетний, то он уже подлежит привлечению к уголовной ответственности. Ну, у нас в городе мы можем наблюдать различные точки продаж, скажем так, курительных смесей. Вот скажите, пожалуйста, здесь это правонарушение, и ведь мы видим, что подростки, которым даже на вид нет 10 лет, они приходят и покупают, и им продают. Вот здесь кто над этим смотрит, какие надзорные органы, и если вот я как гражданин, да, иду мимо по улице и вижу, это явное нарушение, куда обратиться, кому бежать, ну, потому что это действительно вот зло, которое распространяется. В данный момент можно обратиться, как очень, то есть... Это правомерно или нет? Во-первых, с этого начнем. Все зависит от того, кому продают, что продают. Так голословно я с вами сейчас не могу сказать, что вот любые смеси – это незаконная продажа. В любом случае, если это табачные изделия, их продают несовершеннолетним, это незаконно. Но рассматриваемая нами статьей, это не регулируется. Это в данном случае регулируется только продажа алкогольной продукции. Поэтому табачная продукция, она тоже за это предусмотрена ответственность, но в данный момент за подобные деяния предусмотрена лишь административная ответственность. В уголовный кодекс подобная ответственность не регулируется. Хорошо. Помимо алкогольной продукции, какие еще можете привести примеры? Помимо, например, неуплаты средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей, так называемые алименты. Изначально, так же, как и с нанесением побоев, ответственность за подобные деяния была предусмотрена уголовным кодексом, но также законодателям была немножко декриминализирована, и также была предусмотрена конструкция в виде административной привидиции. То есть, если на первоначальном стаде, так сказать, когда органы судебных приставов выявляют подобные факты, не уплата алиментов, в подавляющем большинстве случаев это, конечно же, в пользу детей несовершеннолетних, чем нетрудоспособных родителей, то, соответственно, так же гражданин подлежит привлечению к административной ответственности, а в последующем, будучи подвергнутым административному наказанию, уже уголовной ответственности. О чем еще стоит знать и помнить, когда гражданин приступает закон, и эти нарушения смогут попасть под административную предикцию? — Гражданин должен понимать и помнить, что поскольку законодателям предусмотрена такая конструкция, она направлена на предупреждение совершения гражданинам подобных правонарушений. И она, в первую очередь, направлена на то, чтобы гражданин смог осознать противоправность совершенного им правонарушения и понимала о том, что у него есть возможность и шанс исправиться и как бы жить как обычный гражданин законопослушный без возможности совершения повторно данного деяния. И понимать, что в случае, если он повторно это совершит, то уже будет уголовная ответственность, за привлечение которой совершенно другие последствия. — Ну вот, кстати говоря, Илья Витальевич, ведь еще и актуальным остается вопрос относительно управления гражданином транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Вот чем руководствуется правоприменитель в данном случае? — Как раз-таки в данном случае также правоприменителем в 2016 году, насколько я помню, была предусмотрена такая же конструкция. Она также направлена на... Здесь же, как мне кажется, наоборот, законодатель данную конструкцию предусмотрел, поскольку изначально вообще в Уголовном кодексе подобного состава не было. То есть за повторное управление транспортным средством в алкогольном опьянении, не только в алкогольном, в любом опьянении, уголовной ответственности не было. Данная ответственность предусматривалась только административным кодексом. Ну, соответственно, она предусматривалась только в случаях, когда не было никаких последствий в результате управления транспортным средством в таком состоянии. И, как мне кажется, законодатель здесь, наоборот, предусмотрел уже уголовную ответственность, поскольку необходимо бороться с подобными фактами, потому что последствия от управления транспортным средством в таком состоянии очень плачевные. Как мы знаем, мы очень часто, к сожалению, встречаемся на практике с подобными случаями. Так вот, если гражданин совершил административное правонарушение, управлял транспортным средством в опьянении, в алкогольном, наркотическом, независимо от вида опьянения, он изначально привлекается к административной ответственности. И тут также дается возможность человеку осознать то, что это, мягко говоря, не совсем достойное поведение, и то, что последствия от этого могут быть плачевными. И плачевными не для его близких, а для близких совершенно других людей. Которые стали заложниками этой ситуации. Ну, сейчас предусмотрен штраф и лишение прав от полутора до трех лет, и если повторное нарушение, то здесь уже и наступает уголовная ответственность. Да, совершенно верно. Расскажите об этом поподробнее. Наступает уголовная ответственность. Человек лишает повторно прав, он отстраняется от управления транспортным средством. Соответственно, транспортное средство передается, если есть такая возможность его родственникам, если нет, то помещается на штрафстоянку. Соответственно, наказание там предусматривается этой статьей от штрафа до лишения свободы. Все зависит от того, ну, от характеристик, так сказать, человека. Характеристики, я имею в виду, что совершил ли он это преступление, находясь в рецидиве, ну, был ли у него рецидив преступления, либо его не было, либо это преступное деяние было совершено им впервые. Ну, то есть, я имею в виду, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Различный ряд критериев, от которых зависит вид наказания. Кроме того, осознал ли он совершенное им деяние, раскаялся и так далее. Вот эти все моменты, они влияют на наказание. Расскажите, есть ли и какие преступления в сфере экономики? Извините, я еще хотел остановиться на нарушениях правил дорожной безопасности. В этом году законодатель предусмотрел еще один вид данного состава. Он выражается в чем? Это статья 264 Прим-2. Это, она связана с тем, что если человек повторно совершает право нарушения, связанное с нарушением скоростного режима, то есть, управляя автомобилем, он нарушает скоростной режим свыше 60 км в час, превышает скорость, и его привлекают к административной ответственности и лишают прав водительского удостоверения, то в последующем, будучи, если он подвергнут административным наказанием в течение года, если он совершает такое же правонарушение, то он уже подлежит к уголовной ответственности. Эту конструкцию ввели в этом году. Кроме того, аналогично этой же статьей предусматривается такая же ответственность, если человек выезжает на полосу встречного движения. И если он повторно, опять же, совершает такое же правонарушение, он уже подлежит уголовной ответственности. А здесь какие сроки регламентированы? Здесь сроки чего? Повторного нарушения. Здесь также в течение года. То есть, если человек совершил административное правонарушение, его привлекли к административной ответственности, данное решение вступило в законную силу, и после вступления в законную силу он исполнил наказание. В течение года после исполнения наказания он считается административно подвергнутым этому наказанию. И вот этот промежуток времени, соответственно, уже, если он повторно совершает, то подлежит привлечению к уголовной ответственности. А были ли такие случаи, если, допустим, прошел один год и один день? Бывает же такое? И человек такое нарушение совершает? Вот здесь закон на чьей стороне? Такое возможно. На практике я такого не встречал на своей. Возможно, в практике реально такое было. В таком случае, в любом случае, человек несет административную ответственность. Мы и законодательство на стороне гражданина, конечно же. Ну что же, перейдем к сфере экономики. И какие преступления в данной сфере чаще всего используются? И вообще, насколько это актуально, если мы говорим сегодня об административной предикции? В сфере экономики основной вид такого преступления – это мелкое хищение. Как плачевное, не хотелось бы об этом говорить, но подобные правонарушения, они очень часто встречаются на практике. В чем... Воровство. Да, воровство. То есть изначально также была предусмотрена конструкция в виде административного правонарушения и в виде уголовного наказания. Все варьировалось в зависимости от того, на какую сумму будет совершена кража, хищение имущества человека. В настоящее же время у нас законодателям предусмотрена конструкция, в том числе с административной приюдицией. Когда человек совершает правонарушение в виде мелкого хищения имущества стоимостью свыше тысячи рублей, его привлекает к административной ответственности, в последующем, когда он совершает аналогичное правонарушение в течение этого же периода, про которое я говорил годом, с момента исполнения им наказания административного, он уже подлежит привлечению к уголовной ответственности. И здесь говорится не только о деньгах в прямом смысле этого слова, но и также о краже в магазинах и так далее и тому подобное. Любое имущество, принадлежащее другому человеку, независимо от его вида деньги, предметы. Физическое лицо, юридическое лицо. Да, независимо. Магазины, независимо от того, кто выступает потерпевшим, организации, физические лица и так далее. Ну что же, давайте подведем итог к нашему сегодняшнему разговору. Что нужно в административной приюдиции выделить в главное? В главное необходимо выделить, что законодатель предусматривает специально эти конструкции, чтобы наши граждане имели возможность сделать работу над ошибками, о чем я уже говорил. И вот если анализировать виды наказаний, предусматривающиеся за административную ответственность и за уголовную ответственность, они практически идентичны. Просто срок немножко может быть отличаться, и в некоторых конструкциях предусмотрено лишение свободы. Ну, вот в частности, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ну, поскольку это реально очень тяжелый состав, так сказать, и могут быть тяжелые последствия. В этой связи такое наказание предусмотрено. Самый максимальный срок, который можно получить за административную приюдицию, какой? Скорее всего... Ну, я точно не помню, но данное преступление является преступлением небольшой тяжести, и из-за преступления небольшой тяжести предусматривается наказание в виде лишения свободы не свыше трех лет. Вот. И, соответственно, здесь нужно сделать... Отметить то, что, как я и сказал, что практически в административных конструкциях и уголовных конструкциях вот тех составов, которые мы рассмотрели, у них примерно одинаковая ответственность. Но от уголовной ответственности имеются очень серьезные последствия в дальнейшем для жизни человека, поскольку данная ответственность, она образует, так сказать, у человека судимость, которая влияет на его дальнейшую жизнь. С судимостью, к сожалению, очень трудно трудоустроиться. Трудоустроиться, трудоустроиться не только в госучреждения, но и в коммерческие учреждения. И такая трудность будет возникать не только у лица, совершившего это деяние, но и у его родственников. Потому что при трудоустройстве вот эту всю информацию работодатель запрашивает и проверяет. Ну что же, спасибо вам большое за просветительскую беседу. И я напомню, что вы смотрели «Прокурор в теме». И сегодня на мои вопросы отвечал исполняющий обязанности прокурора промышленного района Илья Витальевич Трапезанов. Ну а мы встретимся обязательно. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова